Здравствуйте, дорогие друзья! С вами онлайн-школа «Русская роспись». Меня зовут Татьяна, я ведущая этой встречи. Тема сегодня для нашей школы несколько необычная. Традиционные тряпичные куклы. Но так как школа наша посвящена декоративно-прикладному искусству, а эта сфера очень обширная, то мы не нарушаем особой стилистики. А также в наших целях есть такая мечта – объединить мастеров самых разнообразных видов творчества под крышей нашей онлайн-школы. Но давайте сначала проверим с вами связь, насколько меня видно, слышно. Поставьте в чате плюсики, пожалуйста, друзья. Спасибо, Галина, за ваше приветствие. Надеюсь, остальные участники тоже меня слышат. Пишите, пожалуйста, в чате, видно ли, слышно. И сейчас я на слайде вот озвучу организационные вопросы. Если у кого-то нет звука, и в чате будут писать участники, что они не слышат, напишите, пожалуйста, им кто может, поддержите нас, кого нам не отвлекаться, что необходимо или перезагрузить страницу с вебинаром, или зайти на канал YouTube, запустить любое видео и проверить, включен ли там звук. Вот, пожалуйста, прошу вас запомнить такой момент. Иногда в чате приходят опоздавшие участники, пишут, у меня нет звука. Пожалуйста, кто-нибудь, найдите минутку, напишите им, что нужно сделать. Перезагрузить комнату или зайти на канал YouTube и запустить там любое видео, проверить, включен ли звук на канале. Ну, есть и какие-то, бывают и другие проблемы. Пишите в чате, будем решать, дадим какую-то ссылку альтернативную. Ну, а давайте в первую очередь с вами, друзья, еще и посмотрим. Спасибо, Диана, Карина, Антонина. Очень рады вам, друзья, что вы наше время присоединились сегодня к нашему вебинару. И в первую очередь, конечно, хочется узнать, что же привело вас на нашу встречу, какой интерес в этом творчестве у вас есть. Может быть, вы хотите учиться изготавливать традиционные куклы, или вы, родители, педагоги, хотите развивать самостоятельно творческие навыки у детей. Также, может быть, у вас привело интерес к традициям, истории нашего народа. Или какие-то воспитательные моменты вы хотите научиться, как решать это через игру. Вот у нас четыре таких пункта, на них, конечно, может быть намного больше. Уставьте, пожалуйста, в чате, какой у вас интерес в данный момент. Или все четыре, или какой-то другой. Что бы вы хотели узнать и научиться в этой теме? Традиционная тряпичная русская кукла. Спасибо, Карина. Хочет посмотреть, как это делается. То есть, хотите, у вас интерес к изготовлению. Спасибо, Евгения. Интерес к традициям, возможность передать это, пишет. Наверное, и взрослым, и детям. На самом деле, тема нашей встречи – это презентация курса. И он предназначен как взрослым, так и детям. Спасибо, спасибо. Евгения хочет передать детям. Галина – педагог по образованию, бабушка, пяти внуков. Он интересует все, что связано с родителями. Замечательно. Да, бабушкам, как правило, всегда очень интересно, потому что они понимают ценность традиции, ценность передачи. Спасибо, друзья. Жду от вас еще ответов. У нас достаточно много участников. Давайте, пожалуйста, помогите нам, поддержите, потому что ваша активность в чате помогает, передает энергию и педагогу, и ведущему. И тогда встреча, мы максимальной отдачей можем с вами заниматься. И вам же самим это будет интереснее, если мы будем не как вялые такие с вами что-то говорить, медленно читать лекцию. А если мы будем с вами общаться, понимать, что вам необходимо, какие у вас интересы. Спасибо, друзья. Ну и, конечно, очень важный вопрос. Занимались ли вы изготовлением традиционных кукол? Какие у вас навыки в этом сфере есть? Может быть, никогда не занимались. Так, там у меня, минуточку, мешается звук у моего эксперта. Ольга Анатольевна, отключите микрофон, пожалуйста, пока. Да, друзья, пожалуйста, напишите. Спасибо, Галина. Спасибо, Елена, за ответ. И воспитание детей вот в этих традициях очень важно. Конечно, спасибо. Традиционных, как Арина не изготавливала. Но, может быть, авторские куклы вы изготавливали. И вас интерес вот есть какой-то именно к игрушкам. Спасибо. Вижу, что пишут Нина, Евгения, Галина. Нина занималась. Здорово, Нина, чем вы только занимались. Вижу, что это наши ученики, наши школы. И знаю, что у них очень много различных интересов. Конечно, и здорово, что у них есть такой интерес, как создание кукол. А у нас замечательный мастер появился. Спасибо, друзья. Лена шила в школе игрушки. Не во всех школах сейчас сохранились вот эти уроки, на которых создаются какие-то уже... Детики шьют или вышивают. Есть в некоторых еще такие уроки. Но, к сожалению, все это уже сокращается. Спасибо. Евгения занималась, когда ребенок ходил в школу. И Диана занималась надрежными куколами. Это очень интересная тема. Спасибо, друзья. Смотрим ваши ответы обязательно и продолжаем. Ну, и так, сегодня мы хотим рассказать вам о новом курсе. Назвали мы его «Ладный теремок». Предназначен как родителям, так и педагогам, и деткам, которых они воспитывают, обучают. Представлять этот курс, проводить мастер-класс, рассказывать об этой теме будет преподаватель Ольга Анатольевна Безродного. И сейчас мы с вами с ней познакомимся. Ольга Анатольевна немножко скажет о себе. Я буквально несколько слов расскажу. Ольга Анатольевна учитель технологии, истории, общества, знания и народного творчества. У нее богатый педагогический опыт, более 40 лет стажа, педагогическая деятельность, высшая квалификационная категория. Окончила Ольга Владимировская государственный педагогический институт факультета истории и общества ведения. И работала в школе. Более около 6 лет работала в школе для детей и межсоциальной проблемой в семье. Поэтому она очень опытный педагог. И работала по программе трудового обучения с углубленным изучением основ русской культуры. В настоящее время она преподает курс традиционной русской куклы. А также она является призером конкурса «Учитель года-2008». Награждена грамотой Министерства образования Российской Федерации. Ну и кроме этого Ольга Анатольевна еще очень увлеченный своим делом человек. Я замечаю, что мастер в самых разнообразных видах творчества. Очень много знает об истории и традициях. А самое главное, она замечательная преподаватель. Ведь это очень ценный талант – уметь научить других детей или взрослых тому, что умеешь сам. Ольга Анатольевна, я передаю вам слово. Вы сейчас на главный экран вас выведу. Вы меня слышите? Да, я слышу вас. Да, Ольга, расскажите нам, пожалуйста, вот как у вас возник интерес именно к куклам? Потому что я знаю, что вы занимались многими видами творчества. Вот почему именно куклы? Ну, я сначала поприветствую всех участников сегодняшней встречи. Рада всех буду слышать. Думаю сегодня, надеюсь, что сегодня будет взаимная связь. Ну, если перейти к традиционной русской кукле, то здесь, наверное, надо сказать о том, что в жизни просто так, наверное, ничего не бывает. Либо это судьба, либо складываются так обстоятельства, что твои природные способности все-таки реализуются рано или поздно. Так у меня получилось. С детства я любила творить руками, в школу, когда пришла работать, закончила исторический факультет, но желание все-таки передать свой опыт, то, что я могу сделать, сшить, связать, вышить, все-таки я пришла на преподавание уроков технологий с девочками. И чуть позже включилась в работу по изучению русских народных традиций и вела предмет русское народное творчество. Так вот эти два предмета как раз-таки в той или иной степени давали возможность соприкоснуться с нашей русской куклой. Глубоко я ее не изучала, я пока ее не чувствовала до тех пор, пока в 2008 году мне предложили участвовать в конкурсе «Учитель года». Это буквально первые годы были такого конкурса, и надо было провести мастер-класс. Сейчас мастер-класс – это как дежурный вариант представления своих способностей каких-то, раскрыть тем. А раньше мы не знали, что это такое, и поэтому было не очень легко, но главное, что я стала думать, ну какую же мне тему выбрать, что мне показать, чтобы все-таки показать и свои умения, и свои возможности научить слушателей, члены жюри. Члены жюри были членами комиссии. Я выбрала куклу. И вы знаете, кукла, я думаю, все-таки мне помогла стать призером, потому что когда члены жюри, а там были не только женщины, но и мужчины, своими руками создали куклу, и они настолько были, вот просто чувство восторга, глядя на такую маленькую куколку, а мы делали випскую куклу. Удивление, восторг, восхищение, и после того, как они еще узнали историю этой куклы, ну, выбора не было, мы стали призерами. И вот после этого, конечно, я углубилась в историю куклы. Я поняла, что через нее можно реализовать все свои способности. Это и шитье одежды на куклу, это изучение русского костюма, это использование в костюме вышивки, очень люблю вышивать. Это и пояса, это глубокий кладезь изучения русских традиций, русских праздников, русских обрядов. И с другой стороны, даже можно сказать, и историю нашей страны. И вот со временем получилось так, что сейчас я подошла к тому, что у меня большая коллекция уже появилась этих кукол, и захотела с этими куклами поделиться с кем-то, научить и взрослых, и детей прежде всего, потому что детки – самый благодатный материал для того, чтобы что-то им дать. Дети никогда не отказываются ни от чего, особенно в творческих каких-то действиях. И вот здесь я хочу обратить внимание, знаете, на что? Что да, у меня с детства было такое вот желание что-то творить. Не значит, что в нашем курсе не могут быть родители, которые никаким образом не касаются прикладного искусства. То есть здесь люди, которые уже, возможно, коллеги попутно с нами пойдут, будем обмениваться опытом. Возможно, кто-то занимается художественным творчеством, лепкой, а возможно, бумагой. То есть разные виды прикладного искусства. Но если кто-то никогда этим не занимался, вовсе не значит, что вам это будет не по силу. Главное – хотеть, главное – желать. А самое главное – желать помочь своим детям. И я хочу, чтобы вот вы сейчас написали в чате, кто, какими видами… Татьяна спрашивала, занимаетесь ли вы конкретно куклой. А я хотела бы узнать все-таки, какими видами прикладного искусства занимаетесь, либо вы вообще не занимаетесь никакими. Пропадает звук. Давайте повторю вопрос. Какими видами творчества прикладного характера вы владеете, занимаетесь, чтобы понять, какой у вас есть навыки. Правильно я понимаю? Да, да, конечно. Потому что в будущем, если мы будем общаться, чтобы знать, в какой степени давать нам материал. Напишите, пожалуйста. Да, друзья, спасибо. Спасибо, Карина рисует. Ну, замечательно. Рисование развивает множество вообще творческих способностей, на самом деле, фантазию и воображение. И, конечно, руки тоже развиваются, да? Потому что это хороший навык. Друзья, пишите, не стесняйтесь, какими видами творчества. Декоративно-прикладного вы владеете, чем-то занимались. Кто-то, может быть, лепкой занимается, кто-то вышивкой или шил. Спасибо, спасибо. Нина пишет, Евгения, очень хорошо. Мы ждем ваших ответов. Ну, а я пока задам вопрос Ольге Анатольевне, чтобы у нас пауза не провисала здесь в комнате. Мы пока ждем, что ответят участники. Вот что дает кукла, кроме умения работать руками? Вот то, что она дает действительно развитие и моторики рук, и какие-то навыки, которые могут пригодиться в жизни, вышивать, шить, что-то работать с канью, нитками. Ну вот, а кроме этого, есть еще какие-то навыки? Вот что еще? Ну, здесь мы до конца не договорили о именно практических навыках, потому что я хочу сделать акцент на то, что наш курс, а курс я несколько еще все-таки сделаю ударение на то, что курс родителей с детьми. И, конечно, мы больше внимания будем уделять детям. Родители – это прежде всего первые помощники. А родители, я хочу оговориться, это не значит, что мамы, это бабушки, старшие сестры могут быть, то есть взрослые мы будем называть. Те, которые будут помогать детям, те, которые будут их направлять, потому что особенно первые уроки, они будут для детей достаточно сложные. Возможно, будут очень маленькие детки, но очень маленьких мы называем 4-5 лет. То есть сложновато будет первоначально работать самостоятельно, поэтому родители будут прежде всего помощниками. И наш курс весь основан, вообще любая традиционная кукла основана на узлах, поэтому здесь дается просто мощнейший такой толчок для развития моторики рук детей. Вот здесь, знаете, тоже вместе хочется такой вот разговор повести по поводу моторики рук. Да, мы живем в мире технического прогресса, когда все у нас на кнопках, на липучках, на молниях. И вопрос вообще, надо ли детям уметь завязывать узлы, надо ли детям вообще что-то шить, что-то делать своими руками. Вот, собственно, это все и касается как раз-таки развития мелкой моторики рук. Напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, в сегодняшний день надо детям уделять внимание на то, чтобы все-таки не оставлять эту тему в стороне, я имею в виду развития мелкой моторики рук. Ну да, действительно, иногда родители говорят, что сейчас уже надо развивать компьютерные навыки и практически вот руками уже, ну рисовать они еще соглашаются, что да, это развивает. А вот, например, работать, создавать какие-то вещи там с бумагой, например, с тканью. То есть под сомнение ставят вообще, тем более там шиться, чем руками шить, действительно. То есть вот, ну, к сожалению, не всегда родители понимают важность, да. И вот, ну, просто задали вам, может быть, немножко риторический, друзья, вопрос, но тоже вот важно ваше мнение, согласны вот с этим, что детям надо развивать моторику. Полимерная глина. Замечательно, Лена пишет, замечательно. Да, вот Карина очень важная написала вещь, безусловно, развитие лобной доли мозга. Конечно, наверняка это все, и, конечно, все за мной связано. Я думаю, все согласны, мы не будем ждать каждого мнения. Безусловно, конечно, это очень важный момент. Вот совсем недавно мне приходилось провести мастер-класс у первоклассников в марте месяце. Мы делали куклу-мартиничку, она вся основана на нитках. Ну, как я сказала, как в любой кукле присутствуют узлы, чтобы формировать саму куклу. И в классе обратила внимание на девочку, которая так тяжело справляла с узлами. Вот она с таком замедленном движении накидывала ниточку, делала петельку, протягивала. Язычком помогала это делать, потому что настолько прилагало усилия и усердие, что я к ней подошла. Конечно, надо было ей помочь, чтобы она справилась вместе со всеми. И спрашиваю, ты недавно научилась делать узелки? А она не считала, что она их не умеет делать. И такая восторженная говорит, а вы знаете, что меня научила Екатерина Сергеевна на кружке делать узелки? И тут я задумалась, вы смотрите, ребенок заканчивает первый класс, дома ее не научили работать с узлами, в школе на уроках технологии не было тем, наверное. И получается, что ребенок заканчивает школу, если бы она не попала на кружок, так она осталась бы без этого момента. Но посмотрите, что случилось, что девочка-то говорит недостаточно четко, речь у нее вялая, задержанная. Поэтому посмотрите, здесь, конечно же, любой наукой доказано, что именно от пальчиков рук у нас самое большое нервное окончание отходит головному мозгу. И Сухомлинский, наш величайший педагог, говорил, что наш ум находится на кончиках наших пальчиков. Поэтому пальцы – это не только практические навыки, это, конечно же, развитие наших интеллектуальных способностей. Это идет и воображение, и мышление. То есть руками работать однозначно надо и как можно больше. Но если мы будем изучать литературу, то нам литература говорит, что надо моторикой заниматься уже практически с рождения. Вот, поэтому вот таким образом. Ну вот, а что на курсе моторика, развития каких-то навыков, работы руками? И хотел бы просто еще задать такой вопрос, что еще вот кукла дает ребенку? Ваш взгляд, как педагога, кроме развития навыков? Значит, смотрите, практически навыки мы сказали. До куклы я еще полмаментика скажу, знаете, что мы работаем с родителями. Конечно, творчество детей и родителей – это настолько сближает взрослых и детей. Дети ближе становятся родителям. Родители лучше начинают понимать детей. Передаются, знаете, вот кто будет заниматься на нашем курсе, я уверена, что будут случаться такие моменты, когда не только родители будут детям помогать, но и дети иногда будут что-то знать больше, чем родители. Уверена, потому что с этим я уже сталкивалась не только в опознавательной формации, но и в какой-то практической. И интересный момент случился у меня где-то 5-6 назад, когда на уроках русского народного творчества мы делали куклу. И перед весенними каникулами мальчик говорит, что я эту куклу повяжу бабушке в подарок. У нее 26 марта день рождения. Ну, увезу и увезу. И я, конечно, про этот момент забыла. И буквально через год на перемене мальчик подходит такой счастливый. Ольга Анатольевна, вы знаете, что моя бабушка сейчас на ярмарках бывает в Новгороде и зарабатывает денежку на куколках. То есть, посмотрите, ребенок дал толчок для того, чтобы бабушка заняла с куклами глубоко. И уже зарабатывала денежку на таком благодатном материале. Немаловажные значения. Здесь, конечно, еще надо уделить тому, что когда ребенок делает куклу... Вот здесь момент просто очень такой глубокий и серьезный. Ведь он создает образ. Что такое образ? Это кукла, которой ребенок наделяет своим характером, своим взглядом на жизнь, своим поведением, своим настроением. Ведь когда мы покупаем куклу в магазине, она уже застывшая, либо она веселая, либо она грустная, либо она просто глаза смотрит в одну точку и ничего не показывает. То есть, ребенок уже не может поменять того облика куклы, который есть. А здесь он сам в нее вкладывает и свою душу, и свое настроение. И очень часто бывает, что кукла становится ребенку близ, просто другом и собеседником. Мы не можем сказать о детях, которые в силу разных причин, они могут выходить из дома, ограничены общением со сверстниками. И вот кукла, которую он сам сотворил, конечно, становится ему ближайшим другом. И вот здесь я скажу, опять-таки, может быть очень пафосно, но ребенок вкладывает в куклу не только свое старание, не только свое терпение, но и свою душу. И когда мы говорим про душу, здесь, посмотрите, идет связь уже с нашей стариной. Потому что в руках ребенка кукла оживает, потому что я сказала, что он в нее вкладывает и характер, и поведение, настроение. Так и в старину, когда наши предки изготавливали куклу, каждая кукла для них была оживая. Но что здесь надо сказать? Мы будем изготавливать куклу в основном игровую. А в старину, кроме игровой куклы, конечно, большое значение имели и обрядовые, и обережные куклы. И когда мое окружение видит мою коллекцию, и особенно новых кукол, вы знаете, удивительно, говорят, не почему, ух, какая некрасивая, не то, что красивая кукла, а почему у нее нет глаз, почему ты не нарисовала или не вышло лицо. Для меня это настолько уже прописная истина, почему? Мне кажется, что все об этом знают. Оказывается, нет. И давайте мы с вами побеседуем тоже на этом тему. Знаете ли вы, почему раньше в обрядовых и обережных кукол не рисовали лиц? Их так называли безликими. Давайте вот на эту тему поговорим, и потом продолжим эту тему. Да, вот, дорогие мои участники, напишите, пожалуйста, хотя бы, да, знаем или нет, не знаем, почему традиционные куклы практически, наверное, всегда, да, безликие. Игровые могли быть с лицами. Сейчас мы подойдем к этому моменту. А вот обрядовые и обережные были безликими. Спасибо, друзья, вижу, пишут. Нет, Карина пишет, что не знает. Здорово, значит, сегодня будет что-то новое точно для нее. Спасибо, Эльвира, пишите, Евгения. Спасибо, друзья, ждем ответов, да. Евгения тоже не знает. Эльвира вот ответила, нельзя вроде лицо делать, чтобы дух не заглянул в глаза. Вот такой вот ответ интересный. Ну, спасибо, наверное, кто хотел ответить. Да, да, посмотрите. Здесь, конечно, момент очень интересный, но, знаете, я, опять-таки, вот на свою жизнь вернусь. Когда-то разговаривала я со своей сестрой по скайпу в Севастополе, и на заднем плане у меня были как раз-таки мои куклы. И сестра меня спрашивает, что у тебя в них лиц нет. И рядом стояла моя внучка Арина. И говорит так, да потому что нельзя было рисовать кукол. Потому что если нарисовано лицо, значит, кукла живая, в ней душа есть. А душа может быть разная. Душа может быть не только хорошей, но и плохая. А, соответственно, плохая душа может человеку навредить. Поэтому люди в это свято верили. И куклы поэтому были безликие. Вот видите, такой момент я как раз затрагиваю. Повторяю по опыту, что наши дети, к счастью, знают иногда побольше, чем взрослые. Потому что сейчас и в детские сады, и в школе возвращаются программы воспитания и поднятия руссконародной культуры. И вот многие вещи дети наши все-таки познают, узнают, возвращаются к ремеслам. Поэтому это было отрадно. Вот, посмотрите, мы уже коснулись момента, что через куклы мы очень много будем получать познавательного материала. Ну что, есть еще, Татьяна, да, у нас о чем поговорить? Да, ну это просто вопрос-то то, что можно пояснить немножко так. То есть получается, что безликие делали так, как действительно может быть через лицо, через глаза передается какое-то оживление куклы происходит. Да, да, да. То есть если душа, значит лицо, именно глаза, через глаза, конечно же. Поэтому, да, если куклы... Я написала немножко, чтобы дух не написала. Да, 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 да. Да, здорово. Ну вот какие-то еще способности могут вот вредить? Вот здесь я не могу упустить момента, говоря про то, что на нашем детском курсе, кроме того, что мы куклу изготавливаем, мы обязательно куклу включаем в процесс общения с ребенком. То есть ребенок не просто сделал игрушку и положил, и ждет, когда он будет делать новую. У него непроизвольно происходит процесс общения с этой игрушкой, с этой куклой. А куклой мы называем и человекоподобных кукол, и животных, и птиц. То есть здесь дается абсолютно мощный толчок для развития общения ребенка. Мало того, что он с куклой общается, у нас предусматривается театр, сцена, обстановка для показа и представления различных сюжетов, где будут задействованы наши герои. И каждое занятие будет посвящено какой-то, будет рассказана мною какая-то сказка, какая-то игровая ситуация, в которой ребенок начинает принимать участие и начинает играть вместе с героями. То есть ребенок и общается с этой куклой, и за куклу играет, и посмотрите, сколько здесь талантов может развиться. Ребенок говорит, ребенок придумывает, ребенок рассказывает. И вот здесь мне просто совет, те, кто с нами будет работать, чтобы ребенок не только показал куклу, вернее, проиграл игровую ситуацию, чтобы обязательно показал для своих родителей или сестер. По возможности, если приходят друзья, подключайте, посмотрите, ребят, какие у нас сегодня новые куклы появились. А ну-ка давайте-ка придумаем какую-нибудь историю, подключить друзей. По возможности давать выход тому, чтобы дети себя показывали на чужую аудиторию. То есть ребенок здесь раскрепощается, чувствует себя более свободной. Хорошо бы записывать на видео ваши сказки не только для того, чтобы они были в архиве, а для того, чтобы потом вместе просматривать эти сказки и, возможно, анализировать. Ведь дети знают, телевизор смотрим мы все, они видят и детские передачи, видят, как дети выступают, как дети рассказывают. И, возможно, все-таки где-то делать какие-то подсказки, поправки. Вот эта кукла, допустим, сорок у нас будет, значит, она должна и быть интонацией такой капризной. Если зайчик, значит, у зайчика совсем другой голос. Если появляется маленькая печушка, то, соответственно, интонация, артистичность. Вот хотя бы в одном театре сколько способностей с детьми мы можем развить. И вот здесь тоже пример не хочу упустить. Знаете, какой внучка, я уже сказала, у нас Арина в Санкт-Петербурге, когда приезжала к нам, еще не умела говорить, мы ее не понимали, как она говорила. Но первое, что она делала, она бежала к полочке, где у меня куколки находятся, смотрит, появилась ли новая куколка, брала ее в руки. Сначала садилась куда-нибудь в уголочек, с ней общалась сама с собой. А потом уже со временем, через несколько лет, сейчас мы скоро в школу пойдем, у нас Арина такие придумывает сказки продолжительные. Я не знаю, сколько серий бы они были. Сказка, казалось бы, уже заканчивается. Все, мы уже... Нет, у меня продолжение, продолжение. То есть я очень надеюсь, что все-таки моя кукла способствовала тому, что сейчас Арина может развивать, вернее, показывать свое воображение, мышление, фантазию через сказку. Да, отличная идея. Конечно, дети, конечно, сочиняют сказки, очень любят это, надо это поддерживать. И тем более такой способности выступать, говорить, придумывать, и развитие речи, и, конечно же, развитие активности в плане общения. И это замечательно. Ну вот, я знаю, что в курсе еще стоит решение жизненных проблемных ситуаций. Вот как это можно себе представить, как это реализуется? Расскажите, пожалуйста, мне не очень непонятно. Значит, смотрите, что игрушка не сама по себе игрушка, то и театр. Не просто мы сказку проиграли. Сказок-то все-таки дети достаточно много знают. Но я буду показывать сказки со знакомыми сюжетами, либо просто мною придуманные, но обязательно с участием тех героев, которые мы сделали. Подключать, возможно, те герои, которые были сделали у нас до, допустим, сегодняшнего урока, который показывает сказку. И создаю такую проблемную ситуацию, в которой ребенок может сам попадать в силу разных обстоятельств. Мы знаем, что у нас есть дети, которые не могут преодолеть страхи. У нас есть дети, которые не могут преодолеть застенчивость. Прекрасно знаем детей, которые очень агрессивны к своим сверстникам. Родители не могут справиться с этой ситуацией. В школе учителя жалуются на детей. Я не могу сказать, что кукла решит все проблемы. Но мы такие ситуации будем проигрывать в наших сказках. И дети сами будут принимать решение. А как найти выход из этой ситуации? Что надо сделать, чтобы наш герой не был таким жестоким? Чтобы герой наш был, не боялся того, чего никому не страшно, кроме его самого. И поэтому здесь, конечно же, опять-таки помощь взрослых нужна. И ребенок иногда в таких моментах не знает, что сделать. И когда он проигрывает эту ситуацию, и ситуация ему близка и родна, возможно, это поможет все-таки ребенку решить вот такие жизненные проблемы. Но здесь, конечно же, мы будем решать не только проблемные вопросы. Обязательно будем затрагивать понятие добродетелей. Это понятие добра, это понятие любви к близким, к своей семье. Дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, щедрость. То есть каждая сказка имеет свой сюжет. И вот примеров, возможно, сегодня очень много, но действительно, вот примеры жизненные. Опять пятый класс, опять народное творчество, когда мы всем классом делаем куклу, а это мальчик и девочка, соответственно. Вот как раз в классе был очень такой задиристый мальчик. Девочки его все боялись, потому что он не проходил мимо, чтобы кого-то не толкнуть, подножку не подставить. И вот делаем кукол, а я думаю, как же он, все-таки у него и любыми игрушками, мы понимаем, там стрелялки, пистолетики, какая ему кукла. Нет, он делает, потому что это урок, потому что надо оценивать, не получается у него и с узлами, и сформировать голову красиво. Я показываю девочке, помоги, потому что девчонки очень быстро справились с работой, очень многие на кружки ходят. И вы знаете, когда девочка помогла ему, и они вместе закончили эту куклу, а вот куклу, конечно, в таком возрасте хорошо делать хотя бы в паре, удобнее. Не могу сказать, что вот просто с завтрашнего дня он никого не обижал, но то, что он стал мягче, более корректным девочкам, вот это было однозначно. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наши игры с куклами, мы, во-первых, научим их играть с куклами, мы научим включать их в игру, и вместе будем сочинять истории. И знаете, что хотела бы сказать? Сегодня после мастер-класса такую мини-ситуацию я проиграю. И мне очень хотелось бы, что она будет истории не закончена. И вы, пожалуйста, в конце нашей сказки напишите на ваш взгляд, какая могла бы быть концовка у этой сказки. И я почему-то уверена, что большинство взрослых найдут такой более однозначный выход из той ситуации, потому что мы все-таки достаточно стереотипно мыслим. Мы знаем хорошо русские народные сказки, мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. А вот если с вами находятся рядом дети, а пускай они свой вариант вам скажут, и мы сопоставим, и у детей наверняка будет больше вариантов концовки. Почему? Они не столько знают, сколько знаем мы. У них воображение совершенно другое, чем у нас. У них мышление в возрасте детском абсолютно другое, ну и, соответственно, фантазия. Поэтому вот здесь к этой работе, пожалуйста, подключитесь после мастер-класса игры. Да, сейчас мы скоро перейдем на мастер-класс, уже готовы, друзья. Единственное, что вот хочу отметить, что действительно, вот спасибо, Ольга Анатольевна, мне стало совершенно четко и понятно, потому что были еще сомнения, как решать жизненные проблемные ситуации, как их проигрывать. Но это здорово, потому что зачастую мы, кроме как нотации или там даже поругаться, наказать ребенка не знаем, а как показать ему, что он что-то не так делает. Вот в игре это проиграть, показать не на его личном примере, а как-то отстраненно, это, наверное, очень классно, потому что тогда мы, в общем-то, не подавляем его, а даем возможность где-то прочувствовать и развиваем такую чуткость в нем тоже. То есть интересная очень тема. Ну, а сейчас, друзья мои, Ольга Анатольевна, надо переставить камеру на рабочий стол. Вот, и я пока попрошу вас, напишите, если у вас есть вопросы по материалам, вы можете переставлять камеру пока, да, сейчас. Давайте, да. Отключите пока камеру, чтобы не мелькало. Давайте, вы умеете отключать? Можете отключить сейчас? Да, да, отключаем. Отключите, да, камеру и пока переставляйте. И кто сегодня с нами будет вместе создавать свою куклу, напишите, пожалуйста, готовы, и какие материалы вы приготовили, все ли у вас есть под рукой, может быть, что-то нужно вам объяснить. И хочу сказать, напомнить, что делаем мы сегодня такую куклу с таким замечательным названием Кулема Матриона. Кулема у нас будет целых две кулемы. Обычная кулема, игровая кукла и пасхальная. Это уже обрядовая кукла. Подробнее о них расскажет Ольга на мастер-классе, почему так называют их. И, ну, конечно, и покажет, как ее изготовить, очень подробно покажет. На самом деле это несложные куклы. И весь этот курс игровой куклы, он предназначен для самых первых шагов в этой теме. Чтобы детки справились и взрослым было несложно, немного времени на это выделялось. И материалы были самые доступные. Зачастую их даже не надо будет покупать. Все найдете у себя дома. Спасибо, Эльвира. Будете смотреть. Отлично. И хочу сказать вам, что этот мастер-класс, этот вебинар будет в записи. Мы вышлем вам ссылочку. Вы сможете все еще раз пересмотреть. Это первый наш опыт в этой тематике. Конечно, нам хочется вашу обратную связь получить, как можно больше, чтобы людей, кто интересуется этой темой, посмотрели и подсказали нам, что было интересно, что бы они хотели еще увидеть на эту тему. Вот вижу замечательный рабочий стол. Сейчас переключаю на весь экран, разверну, только трансляцию, чтобы вы видели. Спасибо. Евгения приготовила все по списку. Ой, как здорово. Замечательно. Здравствуйте. Добрый вечер, кто присоединился к нам позже. Оксана, Татьяна и Наталья. Ну что ж, Ольга Анатольевна, камера сейчас уже будет поставлена, и мы ждем с нетерпением. И уже есть даже первые вопросы. Ольга, вы меня слышите? Да. Так, она, наверное, еще и микрофон отключила. Слышите, да, Ольга? Слышите, да? Да, я слышу. Ага. А вот спросила Эльвира, где такие тряпочки покупают? Расскажите. Сейчас мы все скажем. Ну что ж, приступаем. Сейчас мы все скажем. Да. Ну, сегодня мы с вами вместе проводим мастер-класс по изготовлению куклы Кулема Матрёна. Посмотрите, до тканей. Мы все-таки познакомлю я вас с нашими красавицами. Я их так и называю. Красавиц, красавицами. Посмотрите. Вот первая Кулемушка, Кулема Матрёна, кукла детских секретов. Раньше в старину эту куклу родители дарили своим детям, когда их надо было отблагодарить за что-то или просто за что-то поощрить. Посмотрите, я вот приготовила тарелочку, какие сюрпризики можно спрятать в нашу куколку. Вот покажу, что в платьишке нашей куколки такая игрушка необычная детская. То есть куколку Кулема Матрёна часто называли куклой детских секретов. Она родоначальница всех других наших кулем. Следующая куколка – это Кулема Матрёна. Я ее называю Сонница. Дело в том, что в русских традициях их кукла Сонница-Бессонница. И Кулему Сонница не называют, но она вся такая мягкая. Она вся такая вот предрасположена, хочется с ней спать лечь. И надеюсь… Секундочку, простите. Вот у вас центр экрана. Да, сдвинут. Все вижу. И вы знаете, куколки, когда вы вертикально держите, нам не очень… Вы их положите, чтобы они лежали на столе, а не вертикально. Тогда надо будет… Хорошо, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, вижу. Итак, Кулема Матрёна – Сонница. Вот, повторяю, что она такая мягкая. Кулема Матрёна – Травница. Малюсенькая куколка. В ней находятся травки. Когда ребенку не здоровилось, а родители быстренько крутили эту куколку, в платьишко этой куколке закладывали сухие травы. А какие раньше травы сушили? Цвет липы, кашку, зверобой, мяту. И когда ребенок перебирал эту куколку, с ней играл, пахущие вещества попадали в воздух, и родители уверены были, что это способствует здоровью их детей. А вот позже, уже после принятия христианства, у нас появились куколки пасхальные. Посмотрите, это куколка-вербница. Куклу эту делали к вербному воскресенью. В руках у нее было три вербочки. И куколка пасхальная, внутри платьишко которой было крашеное яйцо. А вот эту куколку мы сегодня тоже с вами сделаем. Итак, поговорим по материалам. Что нам сегодня необходимо? Мы сегодня сделаем две куклы. Я сейчас спешить не буду, чтобы вы хорошо подготовились к нашей работе. Итак, сначала мы с вами сделаем куклу, давайте, наверное, большую сонницу. Потому что вот вы почувствуете с детьми, когда будете работать, что чем больше ткань, чем толще нитка, чем толще узел, тем работать легче. Поэтому мы начнем с большой работы. Какие материалы сегодня можно было подготовить? В принципе, любые. Но для использования кулема очень хорошо пользоваться платками. Для большой кулема головной платок мамы, так раньше было именно с головного платка, мамы делали кулему большую. Посмотрите, можно использовать носовые платки для кулема куколки детских секретов. А вот для кулема пасхальной здесь уже мы обязательно будем использовать красную ткань. По размерам хочу обратить внимание, что для кулема длина квадрата должна быть не менее 30 сантиметров одна сторона. Потому что маленький квадрат, вот как, допустим, мы делаем кулему травницу, она совсем малюсенькая. Ребенку с ней не справиться, потому что в последний момент вы увидите, когда мы будем формировать платьишко, мы должны на талии затянуть узелочек. Если ткань маленькая, это делать крайне сложно. Поэтому на будущее сторона должна быть не менее 30 сантиметров. Ну, максимально, как мы и писали в материалах, это 50, 60, 70 сантиметров. Так, пасхальную пока мы в сторону уберем. И для кулемы сонницы, мы сегодня так ее назовем, нам необходима только ткань. Ткань у меня платок 70 на 70 и ветошь для формирования головы. Если вдруг сегодня у вас ветоши будет недостаточно, потому что все-таки, посмотрите, голова у нас достаточно большая у кулемы. Так, смотрю, извините. И в платьишко можно и также синтепон положить в вату, чтобы она была мягкая, либо можно заложить какой-то подарочек ребенку. Но тогда для сна, конечно, она не пригодится. То есть для кулемы нам нужен только ткань и ветошь. Все. А почему горят хороши эти куклы еще тем, что в любой обстановке, будь то в поезде, в очереди, в электричке где-то едем, платочек достали, ребенок закапризничал, скрутили куколку. Кроме куклы-кулемы у нас много вариантов будет узелковых кукол. Ребенок прежде всего восхищается процессом рождения куклы за какие-то считанные минуты. И когда она увидит либо птичку, либо зайчика, либо куколку, сразу успокаивается и включается уже в игру с этой куклой. Итак, приступаем к работе. А, Виктория, вопрос был, где такие покупают тряпочки? То есть вообще у вас в данный момент, что за платочки, что за тряпочки? Это любой магазин тканей, абсолютно любой. То есть везде можно найти такой. Да. Рассветов очень много, но действительно я помню, что... Да, в Луге мы проводим вебинар в руки. Да, вот я три магазина проходила, во всех магазинах продаются платки. Не всегда возможно их вид, но спросить надо. Причем вот у меня один платок мягкой такой вот структуры, здесь более жесткая. Здесь о качестве ткани мы будем говорить уже на первом вводном уроке. Спасибо. Итак, мы приступаем к изготовлению самой большой куклы, кулемушки. Посмотрите. Мы раскладываем наше полотно в виде ромба. Углы смотрят вправо, влево, вверх и вниз. Первое, что мы делаем, мы формируем ручки. Вот такие ручки. Ручка формируется за счет свертывания узелочек наших кончиков. Посмотрите. Взяли один кусочек, боковой уголок нашей ткани. Подождите, Ольга Анатольевна, давайте камеру подождем пока, а то она крутится. Плохо видно. Сейчас настроят, когда она успокоится. Все, мы готовы. Перестанет тряститься. Давайте, да. Итак, один из боковых уголков мы взяли в руку. Хорошо натянули. И вот, посмотрите, первый узелок. У нас первые три урока как раз будут посвящены узелковой кукле. Вот на основе такого узла, который я сегодня буду делать. Посмотрите. Я ладошку подставляю, не ладошку, а тыльную сторону руки подставляю под ткань. Кончик уголка завожу в петельку, которая у меня получилась, вывожу из петельки и у нас получился вот такой узелок. Туго затягивать его не надо в данный момент, потому что кукла достаточно большая. Сделали одну ручку, берем противоположную сторону угла, также немножечко натягиваем и смотрим. Можно здесь разные варианты. Вот главное как бы обернуть ткань. Уголочек взяли другой рукой и вот тут появляется вот такая петелька. В нее берем уголок и затягиваем ткань. Вот получились два уголка. Это у нас будут ручки. Расправляем нашу деталь. Формируем головку. И у меня так удивительно получилось, что... Так, давайте перевернем. Извините. Перевернем лицевой стороной на себя. Перевернули. На головку попадает как раз-таки вот такой красивый букет розы. Четко будет видна голова. Сюда мы должны ввести ветошь. Это синтепон или вата для головы. Так как кукла большая, давайте попробуем вот такой комочек, чтобы диаметр головы у нас был где-то 7-8 сантиметров. Вот получился такой комочек. Подвели под головку, вместо головы. И дальше у любой куклы вот одна из важных задач при формировании головы, чтобы со стороны лица было как можно меньше складок и заломов. Вот посмотрите. В ладошку противоположной руки, у меня левой в частности, берем одну сторону головы, другую сторону головы. И удивительным образом у меня получились даже здесь глазки. То, чего я не ожидала. У куколки получились глазки и даже ротик. Удивительно. Вот такая у нас необычная ткань появилась сегодня. Совершенно. Вот появилась голова. Мы ее не формируем вот так четко и ясно. Она у нас такая мягкая. Дальше посмотрите. Одна ручка. Мы не просто ее подставляем, а вот так вот поближе к шее с одной стороны приставили ручку. Берем другую ручку. Вот уже сформировалась куколка. А теперь самый важный и ответственный момент. Вот теперь то платьишко, в которое как раз таки кладутся, либо секретики, либо травка закладывается, либо пасхальное яйцо. Посмотрите. Нижний противоположный угол. Мы хорошо оттягиваем. Заводим назад. Надеваем немножечко на руку. И вот этим кончиком угла мы должны обернуть линию талии. Оборачиваем линию талии. Глава у меня большая получается по пропорции. Посмотрите. И заводим узелочек. Посмотрите. Сзади положили куколку. И сзади вот у нас здесь такой перехват, который мы оборачивали. Подтянули кончик. И у нас получилась вот такая куколка. Несколько... Цепляем просто туда, да? Да, да, да. Обернули. Да. Вот я вижу, мне не нравится пропорция. Голова оказалась больше, чем платьишко. Поэтому я чуть-чуть просто потуже захвачу головку. Либо ветоши я много взяла. Так, ручки. Еще раз. Вот длиннее стало платьишко. Вот так мы его спереди расправляем. Вот, конечно, длиннее хвост появился. Посмотрите. Заводим сзади. У меня рука прямо обхватывает линию талии. Ручку вот так вот обвели. По талии прокрутили кончик. И вот сзади, пожалуйста, мы можем то место, где проходила ткань, подхватить наш кончик. Вот получилась у нас вот такая кулема. Вот у нее платьишко. Чтобы она более противно не развязывалась. Какие-то есть средства? Нет. Дело в том, что как раз-таки эти куклы еще делали для того, чтобы дети их распускали, говорили, и опять снова учились закручивать. Потому что особенно, когда секретики детям дарили, они уже заранее знали, что им подарили не только куклу, но обязательно именно в этой кукле находится какой-то сувенир. Поэтому, если сувенир было не достать, вот мы будем яйцо делать, его однозначно не достать из платьишка. Куколку надо обязательно будет распустить. Вот. И у нас вот такие две кулемушки появились. Можно подарить платочек, и вот таким его красиво завернуть туда, чтобы какой-то секретик будет. Двойной подарок. И здесь, коль мы заговорили за кулем, я обязательно должна, конечно, сделать, давайте вот поставим хотя бы маленьких, чтобы они у нас были. А вы положите просто на стой и плохо. Можете положить ее вот по центру экрана, чтобы посмотреть, она не вертикально, а просто ее положим. Да, 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 и маленькая. Посмотрите, кулема Матрена. Каждая кукла, мало того, что имела свое название, и она обязательно определяла характер этой куклы, каждая кукла имела свою историю. Вот про историю мы немножечко проговорили, а вот по поводу названия, почему кукол называли кулема Матрена. Дело в том, что слово кулема – это древнерусское слово, и в переводе обозначает коль или мешок. И сейчас мы можем однозначно сказать, почему эта куколка так называется. Потому что в каждой куколке как раз-таки есть мешочек, в который мы можем что-то положить. А почему же тогда Матрена? Ну, прежде всего, хорошее слово сочетание. А, нет, не договорила. И в старину, возможно, кто-то из вас слышал, тоже напишите, слышали такое слово сочетание? Но ты кулема. Это люди сразу понимали, хозяйка этого слова, значит, она какая-то. Либо что-то забыла, либо что-то потеряла, либо несколько неряшливая. То есть кулемами называли женщин недосторопных, невнимательных, возможно, даже неопрятных. И поэтому наших кулем, как вы ни крутите, ни вертите, они никогда не будут в строгом пропорциональном платьишке. Они обязательно будут такие, несколько мешковатые. За это давайте мы их и будем любить. Но с другой стороны, а почему же Матрена? Да потому что все-таки у мы, посмотрите, в наш мешочек можно положить что-то, но очень значимый. А мы же еще и пасхальные. Ну как же пасхальную кулему можно назвать просто кулемой? Ведь, вернее, Матрена, Матрена – это уже слово латинское. И с латинского обозначает дама статусная. Это женщина высокого положения. Это матушка. И, наверное, все-таки, посмотрите, даже тоже мы слышали, да, Матрена, а если надо сделать уважение, женщину называли Матрона. Мы не будем говорить в частности, кому это относилось. Поэтому такая интересная судьба и история нашей куколки. И вот тут я хотела бы наших уважаемых участниц нашей сегодняшней встречи попросить, а напишите-ка вы, пожалуйста, знаете ли вы значение своего имени? И соответствует ли характер вашего имени, именно значение вашего имени вашему характеру? Было бы очень интересно послушать. Потому что, повторяю, на каждом уроке у нас обязательно идет какая-то познавательная информация из старинных традиций. И я очень уверена, что абсолютно каждый будет заинтересован заинтересовывать всех наших участников нашего курса. Да, это здорово. Интересно. Вот распишите, пожалуйста, друзья, знаете ли значение ваших имен? А вот самое главное, по вашему взгляду, на ваш взгляд, соответствуют ли они вашему характеру? Насколько верно ваше имя вам присвоено родителями. Иногда родители угадывают, иногда нет. Иногда некоторые свои имена не очень любят и говорят, что это не мое имя. Такое тоже бывает. Ну что, приступаем к пасхальной кулеме. Значит, я сказала, что этих кулем обязательно готовили в паре, потому что вербное воскресенье за неделю до Пасхи празднуется к вербному воскресенью. Три веточки вербы в руках было у куклы. И в чистый четверг, когда красили яйца, крутили такую куколку, закладывали в ее платьишко крашеное яйцо. У нас сегодня, конечно, сувенирные яйца, потому что еще рановато яйца красить. Еще не пасхальная неделя у нас страстная идет. Но мы приготовим сегодня такую замечательную куклу, матронушку, да, скажем, кулемушку-матронушку. Если просто кулема сказать, то не очень. Да, неуважительно, правда, Женя? Но матрена, это как-то уже... Неуважительно, да. Но давайте еще раз посмотрим, какие материалы нам сегодня будут необходимы для нашей кулемы. Посмотрите, я обращу внимание, что первые кулемы – это куклы игровые. Кстати говоря, когда я говорила о том, чему дети научатся на кукле, упустила такой момент проявления своей творческой фантазии. Ведь любую игровую куклу ребенок мог и лицо ей нарисовать, и одеть так, как он ее хочет. То есть кукла была в его руках, и ребенок мог с этой куклой сделать то, что ему по душе. А вот куклы обрядовые, и у нас в частности кулема пасхальная кукла обрядовая. Обрядовые куклы – это куклы в основном, которые делались к праздникам. У нас праздник Светлой Пасхи. И куклы обережные, об этом мы отдельно будем говорить, строились, изготавливались по строгим правилам изготовления тряпичной куклы. Поэтому у нас сегодня будет для куклы желательно, если у вас нет такого варианта, вы берете любую ткань, желательно, чтобы была красная ткань. Сегодня мы делаем с вами обязательно куклу, одеваем на нее платок, повязываем обязательно, потому что это женщина. Вот кулемки-матренки – это девчонки. Они могут быть вообще без головного убора. Девушки повязывали на голову повязки, а женщина обязательно, после того, как она вышла замуж, две косы, вернее, одну косу расплетали и плели ей две косы, которые обязательно должны быть убраны, прежде всего, в платок. Дальше уже будем про костюм русский говорить на последующих курсах. И обязательный атрибут русского костюма – это передник. Можно просто прямоугольный кусочек ткани. Вот были сомнения, я слышала, что за размеры я давала. Три размера надо было уточнить, что это косынка. Длинная сторона и две стороны. Итак, мы в сторонку убираем наш передничек и косыночку. Нам нужна будет белая нитка. Кстати, почему обязательно белая? Потому что праздник и наряды должны быть праздничные белые. И, соответственно, сегодня используем контрастную нитку. Нитка, как правило, в обрядовой и обережной кукле использовалась красная. А так как у нас сегодня ткань красная, мы берем белую ниточку. И берем ветошь для головы. Вот в данном случае, если для обычной матрёны я предлагала синтепон, потому что он такой рыхлый, мягкий, то для формирования головы я очень рекомендую пользоваться не синтепоном, а ватой. Потому что синтепон – материал искусственный, и он очень плохо формируется в комочек. А вата – достаточно послушный такой материал, и из него можно сделать достаточно плотный шарик, который будет потом служить головой для куклы. Будем мы его формировать. Для чего нужны ватные диски? Для того, чтобы головка у нас была всё-таки без бугорков и каких-либо изъянов. К этому мы ещё подойдём. И прежде чем приступить к работе, давайте заранее приготовим ниточки, чтобы нам, когда мы будем формировать куклу, уже не пользовались ножницами, потому что это будет несколько неудобно. Итак, первая длина нитки приблизительно сантиметров 30-40. Я вот так говорю, где-то чуть шире ширины ваших плечиков. Всё делаем на глаз. Отрезаем. Первая нитка достаточно длинная, потому что мы формируем одной ниткой полностью куклу. А две нитки, две длины по 15 приблизительно сантиметров. Это у нас будут руки. Вот приблизительно 12-13 сантиметров. Я согнула, и сразу вот у нас получилось две ниточки. Формировать будем ручки за счёт вот этих вот коротких ниток. Нитка нужна будет для того, чтобы передник закрепить по талии. А здесь можно чуть поменьше, сантиметров 20-25. Вообще эту нитку сразу в сторонку убираю, к передничку. И нужна будет нитка для того, чтобы поясок сделать. Посмотрите, обязательным атрибутом русского костюма обязательно был пояс. Соответственно, сегодня, конечно же, мы пояс делать не будем. Она с поясом послужит нитка. Отрежем мы её с вами попозже. Иначе очень много будет ниток, мы с ними будем путаться. Ну что, приступаем к работе. В стороночку убрали короткие нитки для ручек. Длинную ниточку тоже. Давайте с другой стороны, чтобы они не перепутались. Вот посмотрите, две куклы-кулемы. А технологии изготовления у них, вот я не скажу, что абсолютно разные. У них одинаковые, только формирование платьишка. А первоначальный этап абсолютно разный. Потому что мы делаем более такую чёткую куклу, более выраженную куклу, чтобы в ней было как можно меньше какие-то погрешностей и изъянов. И первое, что мы должны сделать, это определить середину у нашего квадрата. Для этого сложили квадрат пополам, перегнули. Сильно не надо. Сложили ещё пополам, чтобы получился маленький квадрат. Перегнули. Нам самое главное найти серединку. Раскрыли наш кусочек ткани опять-таки по диагонали ромбиком. И вот нашли серединку. Для чего? Для того, чтобы верхний угол нашего квадрата соединить к серединке и определить, где у нас будет находиться голова. Определили. Нитка у нас готова для того, чтобы закрепить голову. Берём вату. Посмотрите. Здесь, конечно, не ошибиться размером головы, чтобы она не была очень маленькой и не очень большой. Здесь уже чисто интуитивно всё-таки надо работать. Если очень маленькая, нам поможет ватный диск. Итак, голова как можно туже должна быть скатана в шарик. Для этого посмотрите. Вот со всех сторон вот так вот перебираем вату и катаем вот такой плотный-плотный шарик. Опа! Выпрыгнул шарик. И стараемся, конечно же, сразу, чтобы у нас получалась форма круглая. Пока достаточно. Вот у меня такой шарик получился. Беру ватный диск, накладываю на шарик и туго-туго расправляю и собираю в одну ручку. Вот будущая головка получилась. Вот эту головку мы закладываем, ещё раз обращаю внимание, вот в это место, где определили нахождение головы. И вот теперь один из важных моментов. очень стараемся, чтобы наше личико было ровное, без каких-либо изъянов и складочек. Это сделать особенно в начале работы, когда нету навыков и практики, очень сложно. Посмотрите, мы боковые части куколки уводим назад. С другой стороны тоже сверху, посмотрите, я натягиваю, тоже уводим назад. Сзади нас не интересует, что у нас получается. Главное, чтобы спереди, под линией шеи, была чистенькая личико, не замятая складочками. Всё, головку мы держим в руках. Берём нитку. Она у нас уже сложена пополам. Если чуть-чуть больше, меньше, уж сильно не надо здесь на это акцентировать внимание некогда. Вот у нас пополам сложена нитка. Мы её накладываем на головку. Сильно вот так вот натянули. И обращаем внимание, в русских традициях принято обмотку делать чётное количество раз. Мы сегодня сделаем давайте две обмоточки. Вполне достаточно. Опять хорошо натянули. И завязываем узел. Опять-таки в традициях завязываем наши магические числа. Это 3, 7 и 9. Но мы же не будем вязать 7 узлов. Давайте завяжем на 3 узелка. Посмотрите, куколку личиком кладём на стол, чтобы у нас был хороший упор. И вот эти ниточки завязываем 3 раза. Обращаю внимание, первый особенный узелок должен быть очень тугой. Очень крепкий и тугой. Сделали один узелок. Посмотрите, туго натянули. Вот она, моторика наша срабатывает. Что даже от ручек остаётся следы. Завязываем второй раз. Уже здесь не столь ответственно. И завязываем третий раз. Три раза завязали. Ниточку оставили сзади. Куколку перевернули. Всё, головка готова. А теперь будем формировать ручки. Посмотрите, хорошо расправляем нашу детальку. Какова длина рук? По пропорции, посмотрите, если мы поднимем ручку, как раз-таки где-то длина ручек у нас будет около 7 сантиметров. То есть практически у нас ручки уже готовы. Но так, чтобы кончики были не открытые, посмотрите, мы одну сторону квадрата бокового вот так вот сгибаем, чтобы здесь вот было сложено по прямой. Посмотрите, прямым углом. Вот маленький кончик у меня получился где-то один сантиметр. У кого-то, возможно, подлиннее будет будущая ручка. Где-то вот на один сантиметр вот таким образом заложили. И перегнули ещё в треугольничек. Ещё перегнули. Вот получилась такая ручка. Формировать ручки можно разным вариантом. Нам сегодня попроще будет вот такой остренький сделать узел. Такую ручку, ладошку. Сейчас работа пойдёт сложнее, потому что мелкая работа, я обращаю внимание, чем мельче, тем сложнее. Обмотку делать будет труднее. Посмотрите, вот у нас ниточка. Мы наложили её на ручку, место запястья. Маленький хвостик оставляем не меньше 5-6 сантиметров. Ниточку посерединке вот так вот придавливаем большим пальцем правой руке. Кто правой рукой работает? Левой рукой мы делаем обмотку. И сразу, посмотрите, туго раз обмотали, два обмотали. Это ещё полдела. Вот сейчас нам надо будет завязать узелок. Как мы это делаем? Опять-таки, посмотрите, кладём куколку на стол. Если мы вот так вот свободно отпустим нашу заготовочку, у нас просто обмотка может убежать. Поэтому очень аккуратно, придерживая одной рукой пальчиком уголочек ручки, правой рукой завязываем узелок. Уж как завязывать узелки, я сейчас на это показывать не буду. Взрослые, я надеюсь, что все справятся. Вот у меня даже получается проблемами. Опять туго завязали раз, туго завязали два и три раза. Сделали три узелка. Я не спешу, и у меня не так ловко получается, потому что очень мелкая работа. Что мы делаем с ниточками? Нитки мы обрезаем, но, предупреждаю, не под самый корешок. Вот такие маленькие хвостики оставляем, потому что обрубите, и узелок может развязаться. Так, убираем в сторонку. Вот получилась одна ручка. И вторая ручка, посмотрите, здесь можно сориентироваться. Вот так вот приложили, увидели, где место положения будет второй руке. В это место, посмотрите, опять под прямым углом вот так вот складываем другую сторону квадрата, вот ручка. И сложили еще треугольничком пополам. Вот будущая ручка готова. Ниточку взяли, и та же самая операция. Очень хорошо, когда операции повторяются. Наложили, придавили, вот хвостик можно подлиннее, все-таки 6-7 сантиметров, короткий, мне очень удобно работать. Придавили обязательно большим пальцем правой руки сверху нитку, и левой рукой, видите, я опять натягиваю. Обмотали раз, обмотали два, обмоточка готова. Куколку положили, и завязываем три узелка. Раз, завязали. Все ли вам понятно? В чате тишина. Если что-то вам не видно, надо показать. Работа очень кропотливая, здесь... Можете написать, я вот вижу, что все очень понятно и четко, но, может быть, кому-то плохо видно. Напишите. В чужих руках всегда все понятно и четко. Это уже по опыту знаем, да. Можете так вместе с нами заниматься, потому что только тогда вы сможете вот прямо сразу вовремя задать вопросы, увидеть, что не так, что не понятно. Итак, вот у нас ручки готовы. Посмотрите, что мы делаем дальше. Мы сейчас будем формировать саму куколку. Вот сторону, посмотрите, складываем так, чтобы они совпали с одной стороны, верхняя или нижняя сторона и другую ручку тоже наложили одну сторону на другую. Вот получились такие аккуратные ручки и такой вот конвертик у куколки. Пока на низ мы не смотрим, это будущее платьишко. Наша задача сейчас формировать обережный крест. Мы говорили, что эта кукла все-таки обрядовая, но так как она связана с высшими силами, с божеством, с праздником божества, в ней обязательно должен присутствовать обережный крест. Посмотрите, я вот так присобираю в одну ручку две ручки. Вот здесь вот у нас будет талия. Напоминаю, сзади у нас две ниточки. Как работаем? Для детей это один из сложных моментов. Индивидуально, когда показываешь, все понятно. Когда показал на аудиторию, не все это сразу воспринимают. Я буду делать достаточно медленно. Посмотрите, взяли в руку одну из ниточек. Подводим эту ниточку под, в данном случае, у меня правая ручка. Перекидываем на левое плечико, подтягиваем, опять на правое ручку и на левое плечико. Нитка осталась сзади. Ниточка осталась сзади. И, друзья, в ежу, написала Татьяна вопрос. Татьяна, чуть позже на этот вопрос мы ответим, потому что процесс не прерывать. Это вопрос непосредственно самого мастер-класса сейчас не совсем касается. Простите, позже. Хорошо? Так, взяли другую нитку. Для нас это левая сторона. Под левую ручку подвели ниточку, перекинули на правое плечико, под левую руку ниточку и обе нитки у нас остались сзади. Смотрим, что мы с ними сзади делаем. Эти ниточки у нас вот они. Мы их поправьте хорошо. Они должны быть симметричны. Что-то у меня тут какая-то авария произошла. Ниточка с одной стороны и ниточка нет. Подождите. Подождите. Ниточки должны встретиться. Все у нас одна нитка с одной ручки, другая ниточка. Посмотрите. Подмышечка, плечико, подмышечка. Все. Вот они все на месте. Вот посмотрим на изнаночки. Ниточки видите, они разошлись с разной стороны. Мы их перекидываем вперед и затягиваем талию. Талию, конечно, мы не будем делать осиную. В старину худоба раньше не приветствовалась. Женщина должна быть водородная, кровь с молоком. Поэтому затянули талию, на ваше усмотрение, какую, на три узелка. И основа куколки. сделать длинную ниточку, потому что завязывать, конечно. Подлиннее, да, еще длиннее. Если ребенку надо подлиннее, чтобы нести. Слишком длинная тоже, она будет путаться, но подлиннее однозначно. То есть 40 сантиметров все-таки брать желательно. А вот у нас получилась такая куколка. Вот она аккуратненькая достаточно. Ну а сейчас самое сложное. Мы берем яйцо красное. Вот оно у нас, красное яйцо. Закладываем в платьишко куколки. И посмотрите, если мы у Кулема Матрены все формировали сзади, то здесь формирование платьишка происходит с передней стороны. А обвивка абсолютно одинаковая. А ниточки на вот эти белые давайте мы их спрячем, уберем. Они нам не нужны. Посмотрите, хорошо натянули нижний уголок. Хорошо натянули. И вот сейчас очень нелегко будет, сразу говорю. Очень нелегко. Вот видите, куколка уже сидит. Но нам надо ее так обвить, чтобы у нее получилось платьишко и узелок наш не распустился. Я пока помогаю левой рукой, посмотрите, вот так вот натягиваю. Вот оно платьишко. Перекрутили кончик, чтобы им было удобнее работать. Увели назад. Вы делаете, я одновременно делаю. Давайте я подожду. Вот мы увели назад. Я жду, как вы это делаете. Смотрите, вперед вышел хвостик. И мы его опять уводим назад. И посмотрите, если у кулема большой, мы вручную могли сзади вот этот кончик подвести под нашу обмотку, то здесь работа очень мелкая и достаточно тугая. Поэтому я все-таки беру ножнички и вот так вот ножничками подвожу кончик нашей детальки под нашу обмоточку. Вот получилась куколка. Мы ее хорошо расправляем, чтобы она у нас была красивая, ровненькая. Вот такая куколка. Посмотрите, яйцо, конечно же, это нет упора. Она стоять никогда не будет. Поэтому я приготовила вот такую травяную поляну. Вам рекомендую пасхи. Можно еще есть время достаточно зернышки пшенички прорастить и они как раз-таки за полторы недели дадут сходы где-то сантиметра 2-2,5-3 и куколка будет замечательно смотреться вот в такой ситуации. Ну что, мы сформировали куколку, теперь одеваем на куклу платок. По поводу платка и косынки тоже как, что готовить мы более конкретно будем говорить на курсе. Я не могла вывести материалы как делать эту косынку. Желательно, чтобы вот эта длинная сторона была и отрезана по косу. Видите, она достаточно хорошо тянется, чтобы по голове хорошо платочек ложился. И здесь называется бабушкин вариант и мы будем завязывать платочек. Наголовку накинули, смотрим, серединочка сзади попадает. Что значит бабушкин платочек. Вот мы с одной стороны сделали красивую складочку. Пальчиком придерживаем. С другой стороны сделали красивую складочку. Вот у нас получился платочек. Было бы замечательно, если бы дальше ничего не делать. Но нам наши длинные хвостики надо увести назад и их завязать. Поэтому хвостики можно вот так немножечко перекрутить, чтобы они в веревочку превратились. Можно сверху завязать, можно под платочком, как вам будет удобно. не забываем, что у нас здесь ручки еще есть. Посмотрите, перевернули и сзади завязали узелок. Можно один узелок, платок не развяжется. А вот пока я формировала платочек, у нас убежал узелочек стали. Мы сейчас его еще раз закрепим. Посмотрите. платочек для начала делать побольше размер ткани. Да, да, да. Можно взять пасхальную побольше, покрупнее куколку. Вот платочек завязали, куколка все, нигде у нас ничего не торчит. И сейчас мы повязываем с вами передничек. Но конечно все передники я стараюсь, чтобы они были с вышивкой. Про вышивку будет время я проговорю чуть попозже про следующие курсы. Как мы завязываем передничек? Посмотрите. Накладываем на куколку таким образом накрываем, чтобы по линии талии мы с вами завязали. Опять посмотрите сверху положили по лицевой стороне, нитки ушли назад, сзади мы нитки перехлестнули и тут посмотрите у нас затягивается наш узелок который уже точно никогда не распустится. То есть узелок у пасхальной куклы мы закрепляем нашей ниткой. А ниточки завязываются спереди. Здесь можно два узелка потому что эти узелки не обережные они только выполняют функцию крепления. Передничка обрезаем оставляя кончики и переворачиваем вот такой передничек. Но посмотрите вот у нас пасхальная куколка если бы мы делали ее пасхальной мы могли бы в ручки поставить куколки веточки вербы вербочка сейчас у нас конечно это может быть и и вода нарезать веточек не подготовила я у вас у вас стоит уже такая с веточками там как привязан посмотрите как закрепить вот этот момент один из сложнейших как закрепить вербочку во первых они такие жесткие достаточно непослушные первый вариант когда вы будете поясочек сделать вербочку у нас посмотрите попадает под поясочек и закрепить вместе с поясочком но не всегда это устойчиво получается в русских традициях не приветствуется клей и иголка но в принципе можно закрепить чтобы она наверняка не упадала и посмотрите тоже на разный вариант можно чтобы вот так держалась веточка а можно чтобы веточка вот проходила как бы по руке но я обращаю внимание что у нас должны быть три веточки вербы вот такие три веточки вербы ну что справились мы напишите что у вас у кого что получилось у кого какие проблемы были какие впечатления от куклы пожалуйста да друзья если у кого-то получилась куколка хотя бы одна напишите пожалуйста нам очень интересно смогли вас создать и может что-то нужно показать еще раз я бы хотела вот прийти к Татьяне я немножко два слова скажу прошу Ольгу тоже Татьяна спросила вот с такими восклицательными знаками с вопросительными знаками что это для детей пяти лет я так понимаю Татьяна что у вас вызвало сомнение но вот сегодня вебинар конечно мы проводим в основном для взрослых а вот какие куклы будут именно для детей младшего возраста мы расскажем сейчас чуть позже об уроках курса и конечно же начнем не с этих сложных кукол а намного проще вот Ольга Анатольевна поправьте меня по поводу возраста мы с вами поговорим после мастер-класса то есть этот мастер-класс он рассчитан то есть дети пяти лет в данный момент мастер-класс однозначно рассчитан на взрослых в данный момент вот большая кукла ведь наверное ребенок мог бы сделать или как да 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 но первоначально посмотрите мы должны увидеть как ребенок узлами владеет а дальше как вы увидели но ну сложности я бы не могла сказать что большой кукле есть сложности то есть мы увидим да что чем мельче тем сложнее большую вполне ребенок может справиться спасибо вот Диана пишет замечательное впечатление потрясающее такая деятельность завораживает ощущение восторга ух ты здорово здорово действительно интересно вроде не так сложно все оказалось но тем не менее всегда приятно создать такое маленькое чудо какой размер куколки побольше спрашивает Карина что вот именно интересует размер готовый или размер платочка наверное размер ткани я попросила не менее 30 сантиметров оптимальный вот для первого раза чтобы все-таки достаточно хорошо получалось завернуть платьишко давайте 40 сантиметров брать про пасхальную спрашивает Карина про пасхальную 30 у меня они все 30 почему потому что понимаете если сделать больше а яйцо то у нас по природе то все-таки не такое большое и соответственно оно будет неустойчиво ну пробуйте пробуйте смотрите здесь уже можно какой-то да сувенир положить что-то еще интересно все равно спасибо так вопросы по пасхальной кукле я вот хотела бы еще раз обратить внимание ни у кого не возникает никаких дополнительных вопросов ну вот у меня возникает не знаю пока вот подожду сейчас напишут может быть там давайте да спасибо пишет все получилось Евгения пишет спасибо Евгения пишет спасибо вам огромное Евгения если можно пришите фотографию это очень интересно ваших куколок посмотреть пусть они вот пока такие может быть не украшенные какими-то отдельными вышивками как Ольги но тем не менее все равно это уже получилось готовая кукла и это здорово а если у кого-то действительно вовлечение входит и кстати с вышивкой можно даже взять не вышивку а например какой-то интересный вот на этой кукле это не вышивка это уже готовые когда-то было полотенце да можно взять я так много его использовала это можно тесьму использовать это кружевом можно использовать поэтому здесь друзья мои смотрите сейчас сразу скажу у нас вот под видео окошечком есть наша группа ВКонтакте и это не наша обычная группа а это группа специальная создана для этого курса и пришлите пожалуйста вступайте в эту группу наша группа называется Ладный теремок вот кнопочку жмите под видео наша группа ВКонтакте давайте я сейчас даже ссылку дам вот кто на Ютубе я вот дала несколько смотреть сейчас я дам ссылочку там под видео на канале ТОП если кто смотрит там тоже я даю ссылочку на группу посвященную этой тематике и там вы можете прислать нам ваши фотографии работ задать вопросы порекомендовать какие-то темы которые вы хотели бы узнать Ольга Анатольевна чтобы какие-то мастер-классы еще интересно для вам хотелось бы узнать посмотрите и будем очень ждать ваших вопросов так и там можно прислать значит на стену так есть ли там сообщения ну попробую я проверить группа новая еще и конечно очень хочется чтобы там были сообщения да и там сообщения есть и сейчас включилось поэтому можете прислать даже нам там ваше сообщение личное в группе именно или на стену вот все там есть так что приходите спасибо и мы хотели бы несколько слов еще рассказать о нашем курсе нет Таня мы не готовы еще нет а что случилось а у нас еще игра а друзья мои кстати давайте и у нас вот про пасхальную куколку я вопрос хочу нет нет все это понятно я просто хочу сказать что не покидайте нас друзья еще будет много интересного просто чтобы не думали что мастер-класс закончился и можно расстаться если у вас есть еще несколько некоторое время и вы можете посвятить я думаю вас эта тема заинтересует оставьте немного и вот вопрос задали вы же Карина спрашивает зачем крест на лице точнее почему крест на лице да дело в том что изображение креста на лице означает однозначно это то что кукла каким-то образом связана с божественными силами то есть в данном случае с праздником Пасхи но очень интересный момент то есть считается что вот эти пасхальные куклы появились все-таки конечно же после принятия христианства это однозначно да раньше они не могли быть но ведь вот это изображение креста обозначает вообще солярный знак является бога солнца дождь бога то есть либо перекрещенные две линии либо четыре линии которые дают восьмигранный такой вот крест поэтому конечно приобщение к божественным силам еще опять-таки если углубляться в традиции посмотрите крест говорит о том что у нас идет плотное единение духовного это вертикальная линия и телесного горизонтального линия еще вариант креста опять-таки на лице обозначает то что вот про четыре стороны света всегда речь идет но не просто четыре стороны света северо-юзапад-восток а как у нас в русских традициях это верхняя часть креста это мир нынешний и будущий нижняя часть креста это подземный мир и правый-левый это восход очень значимый солнце в жизни и закат человеческий вот такие символы вот этот крест на личике это как раз элемент который пришел к нам из древности то есть куклы именно такими вот и были тоже изображались да да вот это самое простое изображение креста потому что изображается на кулеме матроны а если посмотреть кукол которые там куклы столбушки такие же бывают вербницы более сложные и пасхальные там уже крест вышивался и там такая достаточно сложная техника вышивки этого креста разными нитями по уже специальным технологиям вот нам нарушать эти технологии ни в коем случае было нельзя и вот Диана спрашивает немного пропустила в процессе заворачивания платья в конвертик как ткань закрепить на талии Ольга вот если вам понятно по какой куколку это вопрос можете показать еще раз да давайте я распущу сейчас куколку да я пока посмотрю какие еще есть вопросы спасибо я спешит Евгения полезный интересный вебинар рада что была с вами и нам очень приятно друзья что вы с нами ваши благодарности лучшая награда спасибо Евгения уже выложила свою куколку отлично спасибо вам тоже приятных снов я знаю что Евгения вроде другой часовой пояс и действительно поздно уже если я что-то не перепутала то она уже действительно пора спать так ну я для кого-то показываю посмотрите еще раз посмотрите друзья как закрепить вот это кулема не пасхальная обычная у которой не закреплена ни голова ни ручки только мы держим ее в руках она вот может разбегаться в разные стороны посмотрите очень хорошо натягиваем нижнюю часть нашего платьишка а платьишко здесь посмотрите у кулемушки оно уже само сформировалось вот такими красивыми складочками и так натянули я рукой держу ручки и голову и одновременно основа пальчиков у меня как раз таки является и будущим кошелечком кулечком мешочком вот я на ручке их натянула и пошла обмотка по талии посмотрите обвернули по талии хвостик еще достаточно длинный увели назад и сзади очень большой посмотрите хвост который мы можем подвести под первую обвивочку я говорю что здесь очень хорошо помогать если маленькая куколка ножничками чтобы она у нас вот там внутри закрепилась вот так вот такая куколка Диана если вы сейчас видите напишите пожалуйста в чате досталось понятно можете написать нам разобрались вы как сделать этот элемент спасибо вижу пишет отлично ну давайте все-таки заключение проиграем такую ситуацию и я уже просила сегодня чтобы взрослые и дети если дети вот мы не спросили не задали ни одного вопроса если у нас среди наших слушателей дети если есть пускай они тоже свои предположения об окончании сказки предложат ну и начнем со взрослым и так вот у нас поляночка вот у нас сказочный мир красивых интересных сказочных волшебных кулем и вышли весенний поркожий день две кулемушки на прогулке такие довольные счастливые идут радостные встретились две кулемушки встретились и молчат и кулема травница говорит кулема подружка ты чего со мной не здороваешься это почему это я должна с тобой первой здороваться я же самая важная среди кулем я самая первая после меня пошли все остальные кулемы поэтому ты должна со мной здороваться первая как это ты самая важная а как же мои травки как же люди могут прожить без здоровья поэтому я самая главная и ты со мной должна здороваться первая девочки так поссорились что наша кулема сонница которая сидела в стороне наблюдала наблюдала за нашими куклами да и говорит да ругайтесь вы хоть целый день но среди кулем самое важное я человек без сна вообще прожить не может поэтому и мы замолчали а вот что было дальше и кто рассудил спор наших кулем и чему научили наших кулем мы хотим услышать у наших участников участников нашей сегодняшней встречи у вас есть детки расскажите им эту историю интересно как бы они ответили какой придумали как разрешить спор трех кулем здорово можно уже создать укулем и сделать ими сказку небольшую историю спасибо спасибо ульяна я свою задачу по мастер-классу выполнила если будут вопросы пожалуйста слушай спасибо друзья пишите с нами а я пока переключу и мы перейдем к рассказу что же будет на курсе и какие мы вам предлагаем уроки и повторяю что мы ждем ваших вопросов фото ваших работ куколок ваших в нашей группе под слайдом находится ваша группа вконтакте и даже сейчас я еще большой баннер выложу такой вот птичкой нашей нашей школы синенькой можете тоже пройти по нему и вступить в нашу группу мы она только новая группа только начинается но там у нас мы будем публиковать различные материалы связанные как раз с этим творчеством созданием традиционной русской куклы тряпичной куклы как игровой обрядовой и обережной и будем различную интересную информацию там публиковать так что вступайте вам наверняка понравится если эта тема вам интересна мы переходим с Ольгой Анатольевной на рассказы о курсе и ладный теремок это наш первый самая первая ступенька базовый курс так как у нас в планах уже и конечно же дальнейшее развитие и много интересных тем которые мы хотим потом рассказать и для взрослых и научить создавать сложные куклы сувенирные куклы но традиционные тряпичные куклы конечно же связаны и с обрядами с троепраздниками и бережные но первое это конечно детские игровые куклы и для кого же этот курс предназначен конечно вы уже слышали что для родителей детей но вот подробнее может быть несколько слов еще кому это будет интересно Ольга Анатольевна расскажите пожалуйста но мы повторимся да курс для детей и взрослых дети с 6 лет уже свободно могут выполнять все куклы которые будут на курсе мы про них поговорим чуть-чуть попозже но я все-таки не хочу оставить в стороне детей 4-5 лет потому что абсолютно в каждой кукле ребенок может принять участие в выполнении того или нового элемента во-первых если к 4 годам ребенок еще узла не крутит однозначно к концу курса он научится это делать то есть по практическую сторону я здесь не буду делать акцент для детей 4-5 лет но здесь в большей степени их участие будет в том чтобы они как раз таки вот участвовали в игре с куклами в придумывании сказочных персонажей и разыгрывание игровых ситуаций с куклами которые делались это то что касается детей и взрослых по поводу взрослых я очень хотела бы вернее очень надеюсь что наш курс вас заинтересует и в будущем мы продолжим с вами совместное сотрудничество у нас разработаны дальнейшие темы наших наших курсов что вот курс детский от простого к сложному так и в дальнейшем я все равно сейчас все-таки два слова скажу что последующий курс у нас будет называться курс кукла на выхвалку то есть почему я его беру вторым потому что на этом курсе мы должны научиться самым основам которые будут использоваться в кукле вот как раз таки самые простые элементы вышивки научимся делать пояса научимся вырезать косынки косы плести то есть все через каждую куклу будем делать какой-то новый элемент который в последующем у вас уже не будет вызывать проблем а как что чего делать это сразу извините но я перескочила на последующий курс приглашаю взрослых что да но вообще начинать надо с малого если вы никогда не занимались этим творчеством конечно лучше освоить вот на этом базовом курсе а мы об этом уже как бы уже тему не поднимаем я как раз таки да и опять таки извините я проговорю что этот курс не только для взрослых а ведь раньше делали кукол на выхвалку именно девочки которые вступали в пору девичества именно потому как они делали кукол на выхвалку они хвалились куклами оценивали их рукодельные способности соответственно как будущих хозяек поэтому здесь очень приветствовала чтобы здесь кроме взрослых еще и были девочки подросткового возраста было бы очень замечательно я отошла извините немножечко от темы и так про возраст я сказала детский максимально какой возраст ну наверное он не ограничен вот я бы сказала и 10 лет благодатные 11-12 даже 14 лет почему бы нет опять-таки если дети в будущем заинтересуются куклой и вот вам базовый стар будет пройден у нас именно на нашем курсе оговорюсь я по поводу мальчиков и девочек чтобы у нас не было заблуждений что мальчики не будут заниматься куклами вот нашими куклами я очень уверена повторяю мы создаем образ куклы той с которой можно обыгрывать разные ситуации поэтому опять-таки по опыту ни один мальчик вот с пятиклассниками я работала то есть почему с пятиклассниками потому что русско-народное творчество к сожалению один год только ведется в пятых классах ни один мальчик не говорил что что я девчонка я буду никогда не было брали за работы с таким же интересом как и девочки поэтому здесь мальчики и девочки пожалуйста будем очень рады видеть кроме родителей и детей этот курс возможно будет интересен и педагогам это и дошкольные учреждения воспитателей это и руководители кружков и секций и возможно учителя начальной школы у нас каждый урок разработан по требованиям современного образования вообще программа выстроена по современным требованиям если в курсе что у нас все-таки на первое место в образовании сейчас стоит все-таки воспитательная задача воспитания гражданина который будет всю жизнь стремиться учиться поэтому вот наш курс его нельзя четко разделить что здесь важнее практические навыки развивающие навыки образовательные навыки или воспитательные задачи то есть все вот три основных направления это познавательные развивающие и воспитательные через нашу программу проходят абсолютно четко и абсолютно на каждом уроке эти три задачи выполняются в той или иной степени это для кого по-моему я все сказала да но вот я хотела уже более подробно сказать что будет 10 уроков с подробным объяснением самого процесса ну вот несколько слов об этом может быть и дальше просто полистаем слайды покажем какие же конкретно куклы какие уроки что еще на этом курсе будет можем не повторяться мы много сказали в начале по сути да вы что-то новое может быть можете добавить ну очень бегом да я думаю что поработали мы славно возможно устали уже поэтому давайте очень быстро пробежимся по всем урокам да давайте хорошо давайте я покажу кукол как раз таки те которые нам предстоит делать вот первый урок самый нет давайте если первый урок готов я все таки скажу про наших кукол для кого-то они возможно скажут что это за куклы что это за кукла вот это вот да это такой дайчик да да что это нам бы вот такую который рот открыл от удивления ой какая красота я в данном случае говорю мал золотник да дорог ценность наших кукол в том что это первая кукла которую ребенок делает сам это кукла с которой ребенок учится играть включаться в игру обыгрывать и развивать себя абсолютно всесторонне поэтому надеюсь что вы их тоже полюбите итак давайте листать а я буду уже показывать то что у нас должно получиться да вот первый урок ну как всегда это ознакомление с материалами инструментами и хочу отметить что этот урок еще будет вызван вам друзья до начала курса чтобы вы заранее могли подобрать необходимые материалы хотя хочу отметить что они действительно настолько доступны что возможно и покупать что-то не придется ну может захотите что-то особенное какие-то ткани подобрать чтобы было интереснее заниматься ну он состоит этот урок из двух частей и все уроки у нас из двух частей состоят так что какая будет вторая часть поточните Ольга в этом уроке да но первый урок я не прошу сейчас ничего покупать потому что вы можете ошибиться я все покажу расскажу посоветую что лучше использовать какие инструменты мы будем какими инструментами будем пользоваться и для того чтобы не проводить урок только в таком ознакомительном курсе о материалах вторую часть урока я хочу посвятить узлам есть дети которые узлами не владеют элементарно показать как научить завязывать узлы дети которые свободно завязывают узлы мы с вами сделаем ну что-то подобие фенечки либо пояс на основе узелка чтобы урок у нас прошел достаточно продуктивно поэтому нам интересно как раз таки знать какой возраст детей будет следующий урок у нас посвящен узелковым зайчикам то есть повторяю первые уроки узелковые вот таких трех зайчиков узелковых мы с вами сделаем у нас здесь будет девочка-мальчик девочка-мальчик потеряла я девочку вот такая девочка и дедушка-антип который тоже будет наши споры между детьми решать следующий урок мы сразу же готовим домик вот про домик мы, Татьяна, ничего и не успели сказать а для чего нашим куклам домик и каково его будет значение домик-теремок ну как же наши герои могут оказаться среди игрушек которые я очень уверена переполнены все детские комнаты большинства наших детей поэтому для наших куколок которые сделаны своими руками дети их вот просто будут к ним очень бережно относиться они их не бросят они их не потеряют потому что это я сделал ну как я могу обращаться плохо с тем кого я родил поэтому для наших куколок мы будем делать теремок который будем наполнять какие будут материалы мы тоже будем говорить это самый объемный урок будет по продолжительности и он будет состоять из одной части именно и приготовления домика от самого простого когда вы можете взять коробку из-под обуви обклеить ее тканью или салфетками в технике докупажа или лоскута об этом тоже будет сказано либо домик то есть у нас видите курс опять-таки по возможности малозатратный мы не покупаем специально никаких материалов мы берем коробку в магазине из-под каких-то продуктов и из него делаем домик но хотелось бы конечно чтобы он выглядел достойно наших куколок отделки дизайн это уже будет ваша фантазия какие-то предложения будут но и сделаны но хотелось бы чтобы каждый принимал участие вот в таком творческом процессе и здесь когда говорим про домик очень хотелось бы чтобы по возможности если есть мужская половина в доме все-таки помогала помогали ими мужчины и в плане архитектуры и в плане дизайна ну на самом деле да вы можете конечно взять какую-то коробочку просто отдельно но лучше конечно когда вы в это вложить какую-то фантазию и немножко потрудиться да наверное куколки наши будут постепенно пополняться в этот домик и в конце нашего курса мы должны будем с вами вместе придумать единую сказку где будут участвовать уже без моего начала сказку где будут участвовать все наши герои которые будут сделаны отметить что мы от прошлого китак скользко посмотрели но каждый ведь еще урок у нас идет и какая-то часть и познавательно и воспитательная если в этом и пословица нет первый урок я упустила о значении узла в русских традициях зайчиками мы будем говорить про имя сегодня имени коснулись у нас никто по-моему не написал значение имени а сейчас я очень уверена что многие поинтересуются что же значит мое имя и соответствие с моим характером мы поговорим о старинных именах мы поговорим об именинах это будет сказано у нас когда мы будем ангела делать то есть абсолютно каждый урок какие-то воспитательные каждый раз работа каждый урок какой-то история какой-то общение в данном случае с зайцами у нас будет история связана с дружбой с щедростью взаимоподдержкой вот такой вот четвертый урок птички дальше у нас пойдут птички узелковые вот такие маленькие они малюсенькие птички такие незащищенные в лесу которые только что вылупились из яйца что же с ними может случиться когда прилетают вот такие огромные сороки или вороны как бы они их не обидели и кто защитит вот таких вот птичек маленьких здесь посмотрите опять на основе узла всего лишь один узел но его будет так сложно выполнять потому что птица не должна вот это быть большой как допустим сорока она тогда потеряет свою ценность а мы уже знаем что с маленькой ткани это делать достаточно сложно и чтобы они так устойчиво стояли ткань желательно чтобы была сложной жесткой это еще усложняет процесс изготовления этой куклы понятно что это для детского уже уровня да но тем не менее для детского это мягкая ткань если будет если жесткая ткань то не справится дальше у нас пойдут такие зайчики которые можно будет надевать на пальчик это чисто традиционная кукла если до этого были игровые это тоже игровая но посмотрите здесь присутствует обережная нитка и обережный крест я сейчас не буду говорить почему но очень интересная куколка здесь у нас и зайчик здесь вернее и мальчик и девочка по технологии изготовления будут пробежимся вот так вот дальше у нас появляется кукла радость разные вариации куклы радость особенно птиц мы приветствуем веселые куклы от дарок в подарок пропустили от дарок в подарок вот посмотрите почему я взяла от дарок в подарок это вообще первая кукла которую ребенок в старину делал самостоятельно без родителей то есть сами понимаете если ребенок никогда руками ничего не делал он однозначно такую куклу не сделает поэтому всегда родители уделяли огромное внимание чтобы дети работали ручками конечно они ни про какую моторику не говорили но они знали чем ребенок больше более ловкий тем в будущем ему открыта жизнь для успеха и удачи вот такая куколка от дарок в подарок это воспитание доброты доброжелательности и щедрости опять-таки дальше зайчики у нас здесь как раз таки преодоление страха у нас идет птичка радость седьмой урок на экране появляются слайды у меня нету слайдов на экране я по памяти говорю птички совершенно разные птичка благодатная тема весенний период разных птичек сделали весной это прежде всего птичек и вывешивали на деревьях на улице и вместе с воронками пекли булочки раздаривали по улице для того чтобы весна пришла быстрее чтобы весна была теплой радовала нас солнышком поэтому птичек делали очень-очень много вообще про птичек существует очень много разных историй вот буквально два слова скажу в доме когда мальчик не мог поправиться тяжелой болезни зимой папа решил над его кроваткой за ночь развесить у таких птичек ребенок проснулся увидел вот это вот солнышко над его головой и тут же поправился будем верить в такие чудесные сказки и наконец-таки наш домик должна да вот опять птички ну никак я не могла пройти мимо вот таких вот сорок они у меня называются двояко живоронки сороки потому что первоначальное название были живоронки именно делали для закликания весны но сами согласитесь по форме они несколько все-таки не похожи на живоронков и потом они прошли такую большую трансформацию преобразования в кукольном мире что их стали называть сороками а кто-то может быть воронами а какой характер у сороки вороны я думаю многие знают и соответственно история у нас будет связана именно с характером вот этой куклы ну да здесь еще и понятие платок и косынка разницу знают это познавательный да что такое передник в русском костюме значение его то есть это тоже все вот как бы будет на урок входить и в обновательный момент тоже вот 9-й рук северная берегиня какой же дома говорим без хозяюшки да вот у нас хозяйка дома появляется вот эта кукла уже обережная дети познакомятся с понятием оберега и кукла оберегиня у нас кукла-хранительница семьи и домашнего очага здесь посмотрите мы будем усложнять процесс изготовления у нас голова у куклы оберегиня и у куклы подарок подарок формируется на основании вот такой спирали видной закрутки а это опять-таки в старых традициях имеет очень большое такое магическое значение об этом будем говорить на кукле и количество платьишек скутков которые находятся у куклы тоже не любое какое я захочу а какое количество будем говорить на курсе и вот здесь очень интересное посмотрите формирование косыночки и ручек одновременно идет за один прием и ручки и косыночка одновременно очень ну в принципе несложная куколка совершенно да совершенно несложная для детских рук да ну и конечно же закончим мы наш курс ангелом ангелом-хранителем почему я не могла не пройти мимо вот этой куклы в большей степени все-таки мы ангела привыкли видеть в рождественские дни праздничным таким воздушным белым но ведь ангел нас должен сопровождать ежедневно и я хотела бы что наш ангел охранял всех наших куколах охранял наш теремок чтобы все в этом теремке жили дружно желали всем счастья в жизни и чтобы ангел всегда был со всеми рядом и вот на последнем уроке мы как раз таки будем говорить об именинах об ангеле-хранителе об имени у нас посмотрите у нас есть день рождения у нас есть день ангела и у нас есть именины и я уверена что многие люди не различают вот эти три совершенно разных праздника имени да детям полезно будет рассказать об этом стуках этой традиции спасибо Ольга Анатольевна но я пока уже подхожу как итогу нашего рассказа и расскажу сколько же стоит этот курс и сейчас у нас действует акция вообще этот первый наш запуск поэтому цена совершенно ну просто такая скажем не настолько бюджетная и низкая но несмотря на то что здесь конечно же большой труд педагогический и мастера и конечно же объяснить на уровне там что понятно было и взрослым и детям это достаточно сложно и уроки ценные так по своему составу так как в них сразу несколько аспектов затрагивается но так как у нас этот запуск демонстрационный такой тестовый поэтому стоимость курса очень небольшая это конечно не будет постоянно такая цена мы будем дальше этот курс развивать но сейчас вот у нас есть такая набор пока группы и в течение 15 дней стоимость до начала 2250 рублей всего вот здесь по количеству 10 уроков но каждый урок еще нескольких частей состоит и тут по самом деле большой объем информации и занятий и по сути этот курс он не то что разовый посмотрели сделали забыли сейчас вот в лице пора конечно и каникул с детками больше будете проводить времени и досуга какого-то вы сможете заниматься и создавать каких-то кукол уже по этим урокам своих неоднократно использовать тему уроков конечно создавать истории придумать сказки это многоплановый курс который не разовый будет и поможет вам где-то в дороге когда вы едете с ребенком на дачу развлечь его создать быстренько какую-то куколку для маленького ребенка особенно это наверное будет тоже интересно где-то в очереди находите собрать из платочка и показать ему как это делается тоже в общем-то очень полезный навык который конечно родителям было бы не помешал ну и тем более если это детки тоже смогут сами делать и создавать куклы поэтому вот смотрите друзья мои сейчас вы можете и у нас конечно всегда есть какой-то бонус для участников которые готовы уже сразу принять как бы это предложение и в течение вот суток мы уже даже можем определиться будет ли этот курс будет ли группа у нас вот буквально первый запуск мы еще даже никому не предлагали поэтому друзья мои кто сможет оплатить в течение суток у нас вот здесь такая акция бонус еще мы сделаем подарок урок но уже более для взрослого уровня куколку Ольга Анатольевна какую куколку какую вы научите их создавать те кто активные участники готовы уже приобрести сейчас какая будет у нас какой подарок вы меня слышите Ольга Анатольевна так Ольга Анатольевна не слышит меня Ольга так давайте немножко позже да 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 все я здесь вы слышали да я задала вопрос на подарок какая же кукла куколка маленькая миленькая чудесненькая куколка называется богатуха кукла на счастье на хорошую жизнь она малюсенькая не буду говорить о ней много с тем чтобы все-таки нам очень мило так подружиться и встретиться на новом курсе я ее не показываю я хочу ее заинтриговать и куколка и Таня извини пожалуйста она хороша тем что она может постоянно быть с вами ее можно и в ручки держать и в сумочку положить то есть вот она может сопутствовать вам всю жизнь а так как называется богатуха здесь опять-таки фантазии каждого что желает эта кукля да то есть вы можете сделать такой подарок кому-то это уже сувенирная кукла и она действительно достаточно сложная и в выполнении и смотрится интересно повтор возможен повтор будет друзья мои я всем кто зарегистрировался на этот вебинар вышлю ссылочку на просмотр в повторе так что чуть позже просто смонтируем когда вместе с лайдами потому что кто-то будет смотреть впервые и чтобы было понятно о чем мы говорим мне нужно сначала сделать монтаж повтор будет и вот кто уже заинтересовался курсом и хочет приобрести его может быть педагоги или родители или для себя чтобы сделать первые какие-то шаги вот в освоении этого искусства создания традиционной русской куклы то можете вот сейчас жать кнопочку приобрести сейчас и всего 2250 рублей стоит этот курс друзья мои эта акция действует в течение 15 дней но кто уже сейчас решится и уже готов и в течение вот суток до завтра до вечера оплатит то вы подаводите еще один урок в подарок вот такой вот уже в ближайшее время запишем и вышлем вам чтобы вы могли изготовить эту куколку просто хочется конечно поддержать когда люди действительно уже готовы и заинтересовались и горят желанием начать учиться начало обучения будет примерно через 2 недели начало курса ну и так зависит конечно от набора группы еще но долго затягивать не будем сколько бы ни было участников так что пишите пожалуйста друзья кому это интересно если вам интересны какие-то еще темы можете написать ваши пожелания мы действительно впервые вот с этим с тем и выступаем в нашей школе и конечно же хотим узнать какой же какая тематика курсов была бы полезна и интересна нашим участникам вот и кто хотел бы заниматься вместе с детьми созданием этих кукол кто-то для себя тоже друзья мои так что если есть вопросы пишите мы завершаем нашу встречу и благодарим вас что вы сегодня были с нами надеюсь что вам интересно я тоже прощаюсь очень надеюсь что мы с вами встретимся на нашем курсе всего доброго мои друзья в нашей группе вконтакте вы сможете узнать подробности если у вас будет вопросы вступайте и там мы на стене публикуем тоже ссылку если может через какое-то время или кого-то из друзей захотите пригласить порекомендовать вашим родным вашим уже взрослым детям с их детьми может быть кому-то то вы сейчас не успели принять решение то вы сможете в нашей группе перейти в нее вступить и там на стене вы увидите ссылочку сможете в любой момент перейти и приобрести этот курс спасибо вам друзья хорошего вам настроения все я попрощала спасибо Продолжение следует...